SCP-247. Безобидный котенок. Класс объекта Евклид. Особые слои содержания. SCP-247 содержится в вольере размером не менее чем 20 на 40 метров, оборудованном согласно планам, предоставленным удалено зоопарком. Начало зачеркнутого текста. Покрытым снаружи SCP-148. И, конец зачеркнутого текста. Находящимся на расстоянии не менее 50 метров, чтобы предотвратить нежелательное психическое воздействие. Согласно текущим условиям содержания SCP-148, его использование в содержании других SCP должно быть минимизировано. Опять-таки рассекречено. В качестве рациона для SCP-247 выделяется 18 килограмм свежего мяса в расчете на 3 недели. Кормление происходит в отдельном вольере. Уборщики должны входить в вольер только во время кормления. Доступ внутрь в иное время запрещен. Видеозаписи нарушений данного приказа помещаются в архив и используются для подготовки уборщиков и наблюдательного персонала. В случае нарушения условий содержания крыло здания должно быть полностью эвакуировано, а все записи инцидента должны подвергнуться строгой цензуре. Область, в которой будет находиться SCP-247, должна быть загерметизирована и заполнена газом. После чего SCP-247 следует вернуть на место содержания. Если по какой-либо причине сделать это будет невозможно, на место происшествия будет выслана поисковая группа, вооруженная винтовками с транквилизатором. К агентам группы поиска предъявляются следующие требования. Высоко развитые рефлексы, отличная меткость, беспрекословное подчинение, низкий уровень эмпатии. Описание. SCP-247 это бенгальский тигр, взрослая самка, который при любом наблюдении представляет в виде безобидной кошки, молодой самки, с рисунком на шкуре в виде рыжих и черных полосок, напоминающих аналогичный окрас тигра. На фотографии SCP-247 перед постановкой на содержание. Удаленные наблюдения и фотографирование также подвержены эффекту этой иллюзии. Хотя неизвестно, запечатлен ли соответствующий образ на носителе или причина воздействия, оказываемого на наблюдателя. Достоверно неизвестно, каким именно способом SCP-247 генерирует это воздействие. Но в нем можно выделить два компонента. Во-первых, миметрический эффект, подменяющий видимый облик SCP-247 на принадлежащий котенку. Во-вторых, психический эффект, распространяющийся на область вокруг объекта. Сила воздействия убывает по квадратичному закону и достигает половинной величины на расстоянии засекреченных метров. Любое разумное существо в пределах области изучения находится в полной уверенности, что SCP-247 полностью безвреден, независимо от предшествующего значения или опыта. Индивидуумы, находящиеся в этой области, также активно сопротивляются любым попыткам нанесения вреда SCP-247, даже будучи в этот момент серьезно травмируемыми им же. Это психическое поле может быть заблокировано при помощи SCP-148, а также при необходимости атаковать объект рекомендуется делать это из-за пределов диапазона действия. Миметрический эффект не блокируется SCP-148, поэтому никто не видел SCP-247, кроме как в форме маленькой полосатой кошки. Обычно SCP-247 начинает мурлыкать или мяукать при приближении человека. Он восхищается этим и пытается погладить объект. Это наблюдалось в том числе у лиц, испытывающих к кошкам сильную антипатию. SCP-247 зачастую наслаждается нежностью своих жертв до 7 минут, перед тем как распотрошить их и съесть. Генетический анализ показывает легкое отклонение от типичного генотипа бенгальского тигра, отмечая возможное заражение данной удлины. Для всех будущих экспериментов по выведению потомства требуется одобрение уровня О5. Получившиеся в результате гибриды обозначены как SCP-247-1. Смотрите протокол эксперимента 247-A-14 для получения дополнительной информации. Приложение 247-A. Серия тестов с участием SCP-247 и контрольных субъектов различных животных. Контрольные испытания происходили в точной копии вольера SCP-247. Контрольный субъект А. Светло-рыжий котенок по возрасту и размерам, соответствующий SCP-247. Контрольный субъект Б. Взрослая бенгальская тигрица, соответствующая SCP-247 по фактическому весу. Протокол эксперимента 247-A-01. Дата 2010. Субъект теста. Собака смешанной породы. По большей части терьер. Любит гонять котов. Контрольный тест А. Субъект немедленно начал лаять и погнался за контрольным субъектом, укрывшимся на ближайшем дереве. Контрольный тест Б. Субъект забился как можно дальше от контрольного субъекта. Контрольный субъект не обратил внимания на субъект теста. Результаты. Субъект побежал к SCP-247 громко лая. Приблизительно в 5 метрах от объекта субъект остановился и умолк. SCP-247 перевернулся и издал мяукающий звук, что можно расценивать как признак досады. Субъект сбежал в дальний угол, поджав хвост. Примечание. Это было очень странно. Рекомендую дальнейшие тесты. Исследователь С. Засекречено. Одобрено. Опять-засекречено. Протокол эксперимента 247-A-02. Засекречено. 2010 год. Субъект теста. Полосатый котенок, самец, того же возраста, что и SCP-247. Контрольный тест А. Субъект играет с контрольным субъектом, как это обычно делают котята. Контрольный тест Б. Субъект забрался на дерево и попытался спрятаться от контрольного субъекта, демонстрируя явные признаки ужаса. Результаты. Тест 1. Субъект подошел к SCP-247 и мяукнул. SCP-247 ответил дружелюбно и стал играть с полосатым котенком. Результат наблюдения неоднозначен. В первый раз SCP-247 поднял субъект, который такой же по размеру, как SCP-247, одной лапой. Тогда как в другой раз SCP-247 поднял субъект своим ртом. Причем явно видно, что рот значительно больше, чем выглядит. Ведущий исследователь охарактеризовал это словом восхитительно, но отметил, что это причинило ему засекреченно-головную боль. Из-за неисправного записывающего устройства этот тест должен быть повторен. Результат. Тест 2. Субъект подошел к SCP-247, как и ранее. SCP-247 издал низкий мурлыкающий звук, похожий на рычание. Субъект прореагировал, как и в контрольном тесте Б. Примечание. Похоже, это говорит о том, что 247-й имеет некоторую степень сознательного управления своим внешним видом. Исследователь С засекречено. Протокол эксперимента 247-А-03. Засекречено. 2010 год. Субъект теста. Взрослый олень. Обычная добыча для бенгальского тигра. Контрольный субъект Б и SCP-247 не кормили в течение трех дней до этого эксперимента. Контрольный тест А. Субъект пасется. Контрольный субъект заснул через две минуты после начала эксперимента. Контрольный тест Б. Контрольный субъект атаковал, убил и съел субъекта, который вел себя нормально для оленя, запертого в замкнутом пространстве с большим хищником. Результаты. Субъект начал пастись, как в контрольном тесте А. SCP-247 спокойно подошел к нему, убил единственным укусом за шею, затем съел. Тест пришлось повторить из-за слишком быстрой реакции SCP-247. SCP-247 полностью игнорировал субъекта весь день, пока, очевидно, не проголодался и не убил его. Снова единственным укусом за шею. Примечание. SCP-247, кажется, предпочитает людей, как в качестве пищи, так и для развлечения. Все животные, оказавшиеся в распоряжении SCP-247, были убиты одним ударом, когда как людям неизменно позволялось гладить SCP-247 в течение некоторого времени, прежде чем он их убьет. Также иногда SCP-247 терзал людей до полусмерти, а потом играл с ними, как кошка с мышкой. Кроме того, SCP убивал всех людей, до которых мог добраться, независимо от голода. Исследователь С. засекречено. Протокол эксперимента 247-A-08. Засекречено. 2010 год. Субъект теста. Взрослая самка-шимпанзе. Контрольный тест А. Субъект полностью игнорирует друг друга. Контрольный тест Б. Субъект забрался на дерево, демонстрируя некоторые признаки беспокойства. Контрольный субъект проявил некоторый интерес к субъекту, но не напал. Результаты. Субъект подошел к SCP-247, издал несколько звуков, идентифицированных как признаки любви, и начал чистить шерсть SCP-247. SCP-247 позволил субъекту ухаживать за собой более часа. Затем жестоко убил его и съел. Примечание. Похоже, это типичная реакция на незнакомых животных. Кажется, объект предпочитает обезьян с передовым общественным поведением. Эксперименты с гориллами и другими общественными обезьянами показали схожие результаты. По существу SCP-247 большой хищник, который каким-то образом получил преимущество перед самым большим доступным источником пищи, людьми. Мы должны изучать все будущие сообщения о тиграх-людоедах в случае, если обнаружатся подобные объекты. Исследователь С. Засекречено. Протокол эксперимента 247-12. Засекречено. 2010 год. Субъект теста. Взрослая самка медведи-гризли. Контрольный тест А. Контрольный субъект в ужасе забрался на дерево. Субъект проигнорировал его. Контрольный тест Б. Субъекты нервничают и держатся на как можно большем расстоянии друг от друга. Результаты. Поначалу субъект и SCP-247 проигнорировали друг друга. Субъект подошел очень близко к SCP-247. В результате SCP-247 издал предупреждающее рычание. Субъект проявил враждебность. Тест был прекращен из-за возможной опасности для SCP-247. Субъект был усыплен персоналом фонда и впоследствии убит SCP-247. Примечания. Будущие тесты с участием животных, потенциально способных убить бенгальского тигра или повредить ему запрещены. Исследователь С. Протокол эксперимента 247а-13. Засекречено 2010 год. Субъект теста. Взрослая самка бенгальского тигра. Контрольный тест А. Контрольный субъект в ужасе забрался на дерево. Субъект проигнорировал его. Контрольный тест Б. Субъекты поприветствовали друг друга. В соответствии с социальной иерархией. Затем оба уснули. Результаты. Идентично контрольному тесту Б. Примечания. Интересно, что SCP-247 была белой в этом взаимодействии. Исследователь С. Засекречено. Ошибочка. Примечания. Интересно, что SCP-247 была бетой в этом взаимодействии. Исследователь С. Засекречено. Протокол эксперимента 247а-14. Засекречено. 2010 год. Субъект теста. Взрослый самец бенгальского тигра. Контрольный тест А. Контрольный субъект в ужасе забрался на дерево. Субъект проигнорировал его. Контрольный тест Б. Опущено. Замечено. Замечено на запись обычного брачного поведения бенгальских тигров. Что-то я немного не понял. Контрольный тест Б. Опущено. Заменено на запись обычного брачного поведения бенгальских тигров. Результаты. Как и ожидалось, подобно контрольному тесту Б. Данные удалены. Примечание. Исследователь С. Зекречено. Отстранен от этого проекта. По причине недостаточного обеспечения безопасности в его экспериментах. Хотя, учитывая полученные им повреждения, применение каких-либо дисциплинарных санкций было сочтено необязательным. Данные удалены, который, кажется, только выиграл от гибридного скречивания, был обозначен как SCP-247-1. Предполагается, что у SCP-247 было потомство и в дикой природе. Была сформирована мобильная оперативная группа Yota-5, приманка для тигра, предназначенная для того, чтобы выследить и поместить на стражу или уничтожить все экземпляры гибриды SCP-247-1. Опять-секречено.